Здравствуйте, друзья! С вами Антон Сарвачев. И сегодня у нас экспериментальный ролик, который стал возможен благодаря нашему дружественному каналу Мульт МД. Советую на него подписаться. Обалденные мультики, которые я и сам смотрю. Мультики для взрослых, что называется, по нашей теме. А сегодня мы разбираем вашу историю отношений, которую прислал мне Александр через Бусти. Если кто-то хочет мне прислать свою историю отношений, пожалуйста, подпишитесь на любую подписку на Бусти и скиньте ее мне в личку. Ссылка на мой Бусти также в описании под видео находится. Итак, моя история. С бывшей женой познакомился через онлайн-игру. Наверное, Lineage 2. Она с другого города. Общался около полугода, а потом стал ездить к ней в гости. Ее семья, тесть с тещей живут вместе, но они в разводе. Все деньги у тещи. Ну, это как обычно. Вспоминаю свой любимый ролик, когда на советский завод пришли корреспонденты. И сначала пошли в цех к мужчинам. Спросили, сколько у вас денег с собой. Ну, мужчины кто рубль, кто полтора. Вытащили из карманов. Сказали, вот нам супружницы. Супружницы нам на обед дают. Пошли в цех к женщинам. И женщины вытаскивают кошельки с десятками рублей. Весь бюджет у них. А советский и многие российские мужчины максимум, на что имеют право, и то такое, полулегально. Это на заначку. Заначка. Ее семья, тесть, теща живут вместе, они в разводе, все деньги у тещи. Живут вместе, в разводе, но все деньги у тещи. Тесть получает карманные деньги на сигареты и еду. Обычная матриархальная советская семья. По легенде, тесть много пил и ревновал, от чего бил тещу, от чего та развелась с ним. Но они продолжали жить вместе. Эх, не ввели пока еще закон о домашнем бытовом насилии, а то бы теща могла бы его вообще на улицу бы выкинуть, где он бы замерз там на смерть на холоде. Пока не получилось. Ну ладно. Да и опять же, какой-никакой прибыток с тестью, я так понимаю, у тещи есть. Запретил тещи появляться. Жили они в квартире тещи, но потом муж сестры взял ипотеку и съехал на свое жилье. Запретил тещи появляться в своем доме. Был громкий скандал, но взаимоотношения у сестры с мужем наладились. Такое частенько бывает, когда теща перестает лезть. Вот чужие отношения. После нескольких поездок я принял решение забрать бывшую жену к себе в город, так как там перспектив намного больше. Моей маме бывшая жена сразу не понравилась. Она видела в ней то, что я не видел. Почаще прислушивайтесь к мамам и к своей интуиции. Это уже я добавляю, что называется от себя. Через некоторое время бывшая жена залетает. Я посчитал, что плохо, если ребенок родится вне брака. И мы решили расписаться. Что интересно, в день свадьбы бывшая жена заистерила, устроила скандал. То ей завивку не сделали, то платья нет, то ее поведение было странным. Ну, это у многих женщин такое поведение в день свадьбы. Здесь ничего, кстати, такого страшного нет. Потому что многие женщины в голове себе представляют свадьбу, а реальность оказывается прозаичнее. И их это начинает бесить, что вот это и завивку надо сделать, и цветы должны быть определенные, там какой-нибудь марки, и все должны ходить, ну, определенного сорта, да, все должны ходить справа налево, а не слева направо. И, соответственно, получается скандал. Очень часто на свадьбах. После рождения ребенка бывшая жена стала невыносимой, стала истерить, постоянно ругаться. Некоторые, очень многие, я бы даже сказал большинство обывателей, списывают это на постлеродовую депрессию. Я лично в нее не верю. Очень часто я видел, как женщины после, когда им нужно, прям после родов, чуть ли не на следующий день, выходят на работу и чуть только колесом не ходят. И все у них нормально. Я думаю, что здесь чувство собственной важности вырастает до потолка. Даже не потолка, а пробивает стратосферу. Ну, раньше она была просто тетка, а теперь она мать большими буквами. Ну, и потом многим женщинам, многим женщинам, достаточно многим, от мужчин нужно не только деньги, как бы вы могли подумать, а и ребеночка себе в качестве спермодонора его использовать. Причем, если использовать спермодонор, так сказать, материал спермодонора из банка спермы, то это ты платишь. А здесь, представляете, как хорошо, спермодонор, еще и он тебе платит алименты. Еще и, если удалось его хорошо завиновать, а ведь мы помним поговорку, нет вещи в хозяйстве полезнее, чем правильно завиноваченный муж. Это женская поговорка. Если удалось его еще завиноватить, то, может быть, и машину подкинет, и жилищные условия улучшит, и ремонт сделает. Сплошная польза. Итак, после рождения ребенка... Итак, когда женщина от мужчины получила все, и он ее больше не нужен, вот зачастую начинается такое поведение, которое многие списывают на послеродовую какую-то травму или депрессию, в которую лично я не верю. Так, она стала истерить, постоянно ругаться, виноватить во всем. Как родилась дочь, приехала теща, и бывшая жена с тещей временно решили уехать с ребенком к себе, то есть к теще домой, чтобы теща помогала с ребенком. Ну, это не то, что начало конца уже семьи, это середина конца. Я думал, что это на месяц-два, но затянулось на год с лишним. Любые мои попытки вернуть бывшую жену и ребенка были провальны. Я как бы был женат и холост одновременно. Мне говорили, что это временно, что надо подождать какое-то время и так далее. Потом пошли предъявы. А где мы будем жить? Нужна своя квартира. Жили у родителей они. И так далее. Короче, я стал гулять с девушкой. Ну, видимо, с другой девушкой. Так как воспринял это, как кидал его. И как бывшая жена узнала об этом, закатила истерику и сразу... Прилетела. При этом виноватила. Я тебя впоростила в последний раз. Подумаю, жить с тобой или нет. Ну, нет вещи в хозяйстве полезнее, чем правильно завиноваченный муж. В семейной жизни я себя распустил. Растолстел до 130 килограмм. Перестал встречаться с друзьями. Вся жизнь стала рутинной дом-работа. Многие объясняют, кстати, то, что мужчина толстеет в браке, как то, что инстинкт, так сказать, самца погашен. Нет нужды держать себя в форме. И мужчина толстеет, ложится на диван и так далее. Хрень собачья. Мужчина в среднестатистическом браке испытывает колоссальнейший стресс. Стресс. Колоссальнейший стресс, который впрямую влияет на апатию этого мужчины, на его ожирение, на то, что он начинает заедать проблемы и так далее. Если у женщин психика, так сказать, намного-намного лоббильнее, намного крепче, чем у мужчин, и женщины разжираются в браке реально, потому что считают, что это навсегда, им больше не надо привлекать мужичков, так сказать, организовывать олени-хороводы различные вокруг себя и своей персоны. И поэтому можно пожрать от души, побухать, попить газировочки, фастфудик и все, что женщины любят. То мужчина зачастую жреет и начинает становиться апатичным, запускает себя именно из-за колоссальнейшего стресса. В общем, с моей точки зрения, в браке женщина разжирается от кайфа, а мужчина разжирается от горя. Вся жизнь стала рутинной, дом, работа, секс исчез после рождения ребенка от слова «совсем». Мне говорили, что не любят. Был, ну, здесь, вы знаете мое отношение, взрослые все люди. На мой взгляд, вот эти вот все сказки про любовь должны лет в 15 заканчиваться, а у женщин они даже раньше еще зачастую заканчиваются, у некоторых. А у нас все, мужики там 40, 50, 60 лет, мудя уже седые, так сказать, песок с него сыпется. Одной ногой в могиле, а все любовь свою ищет. И становятся жертвы тех, кто эту любовь может ему симулировать. Поэтому любят, не любят, здесь вообще дело пятое. Был один момент, который... Был один момент, который я тогда не осознал и лишь понимаю сейчас, сидя в трусах в обнимку с дочкой. БЖ, бывшая жена, то есть меня сфоткала и сказала, что если я ее брошу, то сяду в тюрьму за растление дочери. Я посчитал, что это шутка. Привет, кстати, тем, кто любит проживать на одной территории с женщиной, с чужими детьми. Со временем я взял ипотеку. Мать дала мне первоначальный взнос при условии брачного договора, где прописано, что две трети квартиры моя, одна треть бывшей жены. Моя мама мудрая женщина. Действительно так. Со временем я понимаю, что в иерархии по значимости для бывшей жены я нахожусь где-то за племянником. Я бы даже сказал, где-то за кошкой с тараканами. Теща, сестра, тесть, племянник, все они имеют больше авторитета и любовь, чем я. Потому что они родные люди, а вы хрен с горы. Сменный картридж. Домашнее животное, от которого если есть прок, то он нужен, если нет, то и не нужен. Через некоторое время теща выходит на пенсию и приезжает в кавычках «погостить» в нашу ипотечную квартиру. Это «погостить» затянулось на год. Многократно просил бывшую жену и тещу о том, чтобы теща уехала к тестью домой, на что получала отказ из раза в раз. Было ощущение, что больного и старого тестя просто кинули. Это опять же привет мечтателям, которые ждут, не дождутся, когда же им в старости-то будут, будет любящая супруга стакан воды подносить. Вместо того, чтобы купить себе кулер и у кровати поставить. Прессинг и напряжение увеличилось вдвое. Мое место на кровати за бывшей женой заняла теща. В своей квартире, вот она, однополая семья, соединилась наконец-то. В своей квартире я стал себя ощущать как в общаге. Есть моя комната, а есть не моя комната. Когда теща с бывшей женой для себя купили ортопедический матрас на кровати и запретили мне на него ложиться, я понял, что что-то не то. Точнее, я понял, что чмошник. И стал искать причину такого отношения ко мне. Нашел переписку с Васьком, полную откровенных сексуальных фантазий. Потом узнал, что бывшая жена ездила к нему. Мой мир рухнул. Это то, про что я говорил раньше. Женщины не любят чмошников. Поэтому, если вы допускаете до того себя, до того состояния, которое есть, сейчас вот у автора рассказа, то ничего удивительного, что жена будет вам изменять. Женщины любят наглых. Женщины любят брутальных. Ну, я имею в виду сексуально любят, да? А не то, что любят, чтобы они за ними сумки таскали. А чмошников они сексуально не хотят. Другое дело, что многие мужчины до седых мудей, что называется, доживают, а так и не понимают, что в глазах жены они всю жизнь были чмошниками. Слова тещи въелись мне в мозг на всю жизнь. Секс — это неизмена. После того, как бывшая жена кинулась на меня с кулаками при ребенке в ходе очередных разборок, я понял, что или кого-нибудь убью, или сойду с ума. И ушел в санчас на два месяца, уехав к родителям. Если кто не знает, что такое санчас, набирайте в Яндексе санитарный сайт, сайт Маскулис, санитарный час. Санчас. Помогает при разрыве отношений. И ушел в санчас на два месяца, уехав к родителям. На что через два месяца получаю письмо о том, что бывшая жена подала на развод. Первым делом был нанят адвокат, и написаны жалобы о незаконном проживании тещи без регистрации в квартире. Правильно, что первым делом был нанят адвокат, а не первым делом я подождал еще полгода, пока все суды прошли. Затем ползал на коленях, она же мать моих детей, и все вот в этом духе. Видимо, мама, мудрая мама, автор рассказа, опять же приложила свою руку. И молодец, и правильно сделано. Написаны жалобы о незаконном проживании тещи без регистрации в квартире. Теща получила штраф за незаконное проживание. Бывшей женой были украдены все документы на квартиру, и те документы, что я готовил адвокату. Это в каждом первом разводе. Женщины пытаются выкрасть документы, а зачастую и деньги. Поэтому, если решили разводиться, озаботьтесь, чтобы деньги, документы, в том числе и те, которые на ваших счетах, невозможно было выкрасть. В каждом первом разводе, а у меня их были сотни и сотни. Уже за тысячу перевалило давно. Потом бывшая жена с тещей уехали в отпуск. Вот только перед этим написали в опеку, что я сексуально домогался до собственной дочери. При этом приложили аудиозапись, где дочка в подробностях рассказывала, где и что я у нее трогал, что делала в этот момент. Меня стали таскать по следственным комитетам. Слава богу, спас полиграф, который показал, что я говорю правду, а бывшая жена лжет. Интересно, что было бывшей жене с тещей за это. Подозреваю, что ничего. Пока я пытался не сесть в тюрьму, бывшая жена и теща приехали в квартиру и обчистили ее. А это не в каждом первом, а в каждом втором разводе. Опять же, если решили разводиться, озаботьтесь. Смените замки хотя бы, установите систему видеонаблюдения. Чтобы квартиру нельзя было так просто очистить, обчистить. Пока я судился за встречу с ребенком, дочку настроили против меня. Все по классике. Видя меня, дочка, которая была без ума от меня раньше, теперь начинала истерить и кричать, что ненавидит меня, чтобы я уходил. Некоторым детям женщины ломают психику до того, что они ссадцы начинают привить родного отца. Только через полтора года мы смогли развестись, долго суды были по дочери. Но смысла в этом нету, так как дочку настроили против меня. Меня хотели посадить в тюрьму, оболгали, опозорили, обокрали. Это было отличное лекарство для моих оленячих мозгов. Со временем я похудел на 30 килограмм. Поменял работу к лучшему. В квартире я живу теперь один. Стал выглядеть моложе и красивее. Строю планы, развиваюсь и учусь. Занялся спортом, боксом. Стал чаще встречаться с друзьями. Ходил на свидания с девушками моложе лет на 10. В свободное время играю, развлекаюсь. Вот только видя провокации женщин или их капризы, сразу их сливаю. Я вижу в них свою бывшую жену. Что вы думаете по всему этому поводу? Пишите в комментариях под видео. В том числе и на Бусти. Ставьте лайки, в том числе и на Бусти. Я сначала выложу этот ролик на Бусти. А через некоторое время он появится и на Ютубе. С вами был семейный юрист и психолог Антон Сарвачев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok